26 ноября православные христиане отмечают День памяти святителя Иоанна Златоуста. Архиепископ Константинопольский пользуется особым почетом. Ему молятся в отчаянии, его считают защитником от завистников, покровителем адвокатов, учителей и журналистов. Марина Смарагдова побывала в единственном в России старообряческом действующем храме в честь Иоанна Златоуста. В этом году сошлись несколько знаменательных дат. 365 лет с момента строительства Холодной церкви Иоанна Златоуста. И 350 теплой, посвященной иконе Владимирской Богоматери. Торжественное богослужение сегодня совершил глава Ярославской и Костромской епархии Русской Православной Старообрядческой Церкви епископ Викентий. Очень большая дата. Долго прожить надо такой жизнью. И, конечно, сделано очень много по восстановлению святынь. Мы благодарны и властям, что они помогают в этом деле. Святитель Иоанн известен как помощник честных и обманутых, способный сурово наказать обманщиков и взяточников. Богослов почитается как один из трех вселенских святителей и учителей вместе с Василием Великим и Григорием Богословом. Здесь проникаешься таким чувством глубинной связи и прихожан, и священников с русской великой историей. Храм, посвященный Иоанну Златоусту, один из красивейших в Ярославле. Нарядный, украшенный поливными изразцами с висячими гирьками крылечек. Многие приемы строительства были повторены в других ярославских церквях. Внутри идет реставрация. Объем работ потрясает. Фресковая живопись, резьба иконостаса. Все надо приводить в порядок. На стане ли храма отец Анатолий без дела не сидит, засучив рукава, трудится, восстанавливая былую красоту. Сегодня, в день престольного праздника, был открыт музей старообрядчества. Открытие музея посвящено юбилею следующего года, связанного с протопопом Авакум. Экспонаты музея отчасти найдены во время ремонта на территории ансамбля в Коровниках. Другие принесли прихожане, зная, что здесь их личные святыни и реликвии сохранятся лучше, чем дома. Есть удивительные образцы. Книги с записью песнопений крюками или тканы еще в прошлом веке дорожки. Вот хоруга 19 века, чудом уцелевшая. В Ярославском художественном музее хранятся шедевры средневековой живописи с сюжетами на темы жизни Иоанна Златоуста, кисти известного иконописца Семена Спиридонова-Холмогорца. Одна из икон практически ровесница храма. Перед нами один из ранних примеров работы того мастера. Икона выполнена в 1670-х годах. И представляет собой житейное повествование о Иоанне Златоусте, очень подробное, в 40 клеймах. Златоустым святителя называли за Красноречь, а литургия по его чину служится в течение всего года. Марина Смарагдова, Игорь Мосин, Новости города.